Привет, друзья! Подписывайтесь на наш телеграм-канал, становитесь спонсорами на ютубе кнопкой ссылка под видео. До начала вторжения в Украину российская армия считалась второй по величине военной силой в мире. После почти пяти месяцев войны со значительными потерями в живой силе и военной технике, как эксперты в данных, так и военные эксперты утверждают, что России потребуется многие годы, чтобы восстановиться, а в наихудшем случае для россиян прежний военный потенциал уже никогда не сможет вернуться, передает издание IPNMD. Если говорить о потерях российской боевой техники на поле боя, то война с Украиной больнее всего ударила по танкам и бронетехнике. Это основной вид вооружения российской страны. Эта техника используется сухопутными войсками, которые наиболее активно участвуют в боевых действиях. Правда, у России в резерве или в так называемой консервации более 10 тысяч танков, но рассчитывать на них сложно. По мнению ряда аналитиков, не вся техника, находящаяся в резерве, пригодна для немедленного использования или восстановления в кратчайшие сроки. России могут потребоваться годы, чтобы восстановить свой парк танков и бронетехники до довоенного уровня, а из-за санкций это может вообще не сработать. Эта оценка основана на знании того, что в последние десятилетия, после 2011 года, Россия модернизировала и производила 150-160 танков и около 500 другой бронетехники в год. С учетом потерь этой техники в войне с Украиной, на ее восстановление понадобится 5-7 лет работы. Но модернизация проходила с использованием импортных электронных компонентов. Например, на танк Т-72 были установлены тепловизионные прицелы ТЕЛС, французская компания. В обстановке запрета на импорт это остановится невозможным. И по поводу артиллерии. Согласно тем же Important Stories, Россия уже потеряла значительное количество своего оружия. По фотоснимкам и видеозаписям с полей сражения зафиксировано 5% потерь, а по данным Департамента обороны США Россия потеряла 6% артиллерийского оружия. По данным же Генерального штаба Вооруженных сил Украины – 16%. Серьезной проблемой для российской артиллерии является расход снарядов. По оценкам следует, что советские запасы снарядов на российских военных складах заканчиваются. В еще более тревожном положении находятся запасы штурмовых ракет российской армии. Ожесточенная война в Украине длится более четырех месяцев. Но Россия атакует не только танками и артиллерией, но и ведет настоящую пропагандистскую войну, направленную не только на Украину, но и на многие другие государства, в данном случае на Республику Молдова. Российские СМИ, полностью подчиненные Кремлю, подписывают международное общественное мнение провокационными россказнями о возможности Третьей мировой войны, если России не дадут поглотить Украину. Кроме того, российская пропаганда пугает другие государства, которые пытаются укрепить свою обороноспособность тем, что они могут стать следующими жертвами, по примеру Украины. Но война в Украине подорвала репутацию печально известной непобедимости российской армии, которая на данный момент не может представлять с точки зрения обычного вооружения серьезные угрозы, например, для НАТО, а России нужны годы, чтобы всестороннее перестроить и всеобъемлюще реформировать армию. Безусловно, Кишиневу надо внимательно следить за развитием событий в военном плане в Украине и укреплять весь политический и логистический инструмент для обеспечения более высокой степени безопасности государства. Даже если сейчас нет прямой опасности российского военного вторжения в Республику Молдова, такую перспективу нельзя исключить в будущем. Противодействие вероятному наступлению России на Республику Молдова требует укрепление военно-политического сотрудничества с Румынией, государством-членом НАТО и тем самым повышение военной устойчивости молдавского государства. За счет активизации сотрудничества с самым сильным и эффективным механизмом коллективной безопасности в мире. Москва должна знать, что в трудную минуту, в час испытания Кишинев обратится к Румынии и НАТО за помощью, чтобы противостоять иностранной военной агрессии. На этом я с вами прощаюсь, подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте написать свое мнение в комментариях. Теперь газета всегда с вами, до встречи.